Сюда, на улицу Грышина, теперь приезжают даже из других районов Могилёва. Каждый хочет позаиматься в первом городе бесплатной тренажерной зале под открытым небом. Уличные тренажеры и турники для воркаута. А малюсе занятые. У вечера, кажется, тут даже выстраивается черга. Усяго за тыдень плясовка стала местом семейного отпочинку. Практически каждый день, сейчас я в отпуске нахожусь, с детьми ходим и утром, и вечером. В основном, постоянно видно, людей здесь много. Хотя сейчас до обеда меньше немножко, но после обеда их больше. Тренажерная зала под открытым небом. Это первая спроба предприемства Ольса створить подобные конструкции. Мы подсмотрели идею таких спортивных площадок в Москве. За основу взяли московские тренажеры, но их за основу взяли просто концепцию. Все основные узлы, рычаги, все это было рассчитано и создано, можно сказать, с нуля. Еще когда монтаж производился данной спортивной площадки, уже с остановки шли люди и спрашивали, что это будет, будет ли это за деньги, либо бесплатно. Ну, мы, естественно, говорили, что это будет бесплатно. У этой часу распрацовался еще семь вуличных тренажеров. В спортзале очень дорого, а тут можно и подкачаться, и на свежем воздухе, и друзей можно сюда взять, потому что не нужны финансовые средства на это. А скажи, результат-то есть? Есть, безусловно. Что подкачало? Мышцы ног, рук, пресс, все что угодно. Тут все есть. Какой тренажер тебе больше нравится и почему? Вот этот вот. Мышцы качаются хорошо. Мышца хочет стать худой. Подручение старшини Гарвы Конкама у Владимира Цумырова у веры с ней такую пляцовку установить у микрорайоне сподорожник. Есть намер сделать тренажерную залу под открытым небом и у парку под Миколе. Надея Мяшкевич, Виталий Алексеенко, Новины, регион.